Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Замечательный советский, российский актер, режиссер, сценарист и педагог, президент Московского драматического театра имени Ермоловой Владимир Алексеевич Андреев скончался на 91 году жизни. Как передает МК, народный артист СССР, буквально в четверг отметивший 90-летний юбилей, умер в себя на даче. Причина смерти актера не названа. Дата и время прощания станут известны позднее. Владимир Алексеевич Андреев. Родился 27 августа 1930 года в Москве. Начал увлекаться театром в школьном возрасте. Первые роли сыграл в студии родник Московского дома пионеров, где познакомился с Роланом Быковым. Во время Великой Отечественной войны, одновременно с учебой в школе, работал на оборонном заводе. В 1952 году Владимир Андреев окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, ныне Российский институт театрального искусства ГИТИС. Выпускник курса педагогов Андрея Лобанова и Андрея Гончарова. После этого был принят в актерскую труппу Московского драматического театра имени Ермоловой. Дебютировал на его сцене в 1952 году, сыграв Тятина в спектакле Достигаев и другие по пьесе Максима Горького. Среди других ролей Алешка «В добрый час» по произведению Виктора Розова, Володя «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова, Алексей «С новым счастьем» по произведению Михаила Светлова. С 1970 по 1985 год Владимир Андреев был главным режиссером театра имени Ермоловой. В числе его постановок. Завтра в 7 по роману Константина Симонова «Живые и мертвые». Старший сын и прошлым летом в Чулимске по произведениям Александра Вампилова, Крейцерова соната по повести Льва Толстого, батальоны просят огня по произведению Юрия Бондарева. В 1985 году Владимир Андреев был назначен главным режиссером Государственного академического малого театра. Там до 1988 года он поставил спектакли «Берег», «Выбор», «Игра», «Все» по романам Юрия Бондарева, «Гости» по пьесе Леонида Зорина и другие. В 1990 году Владимир Андреев по собственному желанию вернулся в театр имени Ермоловой, где до 2012 года был главным режиссером и художественным руководителем, а также продолжал играть в спектаклях. В апреле 2012 года передал свои полномочия актеру и режиссеру Олегу Меньшикову, стал президентом театра. В разное время Владимир Андреев работал за рубежом, ставил спектакли в Болгарии, Германии и Финляндии. Кино дебютировал в 1954 году в фильме «Аттестат зрелости» режиссера Татьяны Лукашевич. Впоследствии снялся в более чем 35 картинах. Среди наиболее известных ролей – Володя Бугров в «Битве в пути» 1961, режиссер Владимир Басов, «Царь в сказке о царе Салтане» 1966, Александр Птушко, «Калиф в калифе Аисти» 1968, Владимир Храмов. С 1978 года Владимир Андреев являлся профессором ГИТИСа. Заведовал в ВУЗе кафедры и мастерства актера. Автор книг «Я вспоминаю сердцем посветлев» и один бесконечный сюжет. Народный артист СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степень 2020, 2 степень 2010, 3 степень 2005, 4 степень 1995. Также был награжден орденами Трудового Красного Знамени «Дружбы народов почета». Лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского 1980 года, премии Москвы в области литературы и искусства 2019 года. Обладатель международной премии имени Станиславского, театральной премии «Золотая маска». Был женат на народной артистке РФ Наталье Селезневой. Сын Егор родился в 1969 году. Первой супругой Владимира Андреева была народная артистка РФ Наталья Архангельская. Жизни и творчеству Владимира Андреева посвящен один из выпусков телевизионного цикла «Линия жизни». 16 августа умер основатель и художественный руководитель театра Содружества актеров Таганки, последний министр культуры СССР, актер и режиссер Николай Губенко. Отмечается, что весной он вместе с супругой переболел коронавирусом. Последний министр культуры СССР, основатель и художественный руководитель театра Содружества актеров Таганки, заместитель председателя Московской городской думы Николай Губенко умер в возрасте 78 лет, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Свои соболезнования в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выразил артист театра Содружества актеров Таганки Александр Алешкин. Он также рассказал, что с прошлой осени Губенко болел, из-за чего они редко виделись. «Мне только что сообщили об этом. К сожалению, подробностей пока не знаю. Знаю только одно, что Николай Николаевич с октября месяца болел достаточно тяжело. Он в театре изредка появлялся, почти не появлялся. Сегодня мы узнали только что буквально пять минут, я даже прийти в себя не могу», — сказал Алешкин. По его словам, они созванивались с Губенко, чтобы договориться о репетициях в спектакле по пьесе Бертольда Брехта «Карьера Артура Уи», который могло и не быть. Мы сравнивали с ним текст, такие момент очень творческие были. Единственное, что голос у него был не очень хорош, слабый, но он держался. Мужчина и человек потрясающий. Он никогда не говорил, что ему плохо. Мы потеряли великого человека, поделился он. Как отмечает Интерфакс, весной 2020 года Губенко и его жена переболели коронавирусом. О смерти Губенко в своих социальных сетях высказался председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко. Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы, мудрого коллегу депутата, соболезнования семье. Светлая память, написал спикер столичного парламента. Он также уточнил, что о времени и месте прощания с Губенко будет сообщено позже. Мэр Москвы Сергей Собянин, присоединился к скорбящим по Губенко. Сегодня не стало депутатом из Гордумы, народного артиста, режиссера, художественного руководителя театра Содружества актеров Таганки Николая Губенко. Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком. Соболезную родным и близким Николая Николаевича. Светлая память, говорится в его официальном заявлении. В разговоре с агентством городских новостей Москва, председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский заявил о готовности поддержать предложение об установке памятника Губенко, если такое поступит. Безусловно, Николай Николаевич внес огромный вклад в русскую и советскую культуру, был министром, актером и, безусловно, мы поддержим любое предложение с увековечиванием его памяти. Пояснил он. Губенко не дожил до своего 79-летия один день. Он родился 17 августа в Одессе и в раннем возрасте осиротел. Отец погиб на фронте. Мать казнили нацистов. После окончания спецшколы-интерната для мальчиков, он в конце 1950-х годов поступил в труппу Одесского театра юного зрителя. Проработав там два года. В 1960 году Губенко поступил во ВГИК, где попал в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Спектакль по пьесе «Карьера Артура Уи», который могло и не быть, стал его дипломной работой. Молодого актера пригласил в труппу театра на Таганке Юрий Любимов. Помимо ролей в театре и кино, Губенко завоевал известность как постановщик. В качестве режиссера он снял фильмы «Пришел солдат с фронта», «Если хочешь быть счастливым», «Подранки», «Из жизни отдыхающих», «И жизнь», «И слезы», «И любовь», «И запретная зона». Когда Любимов покинул СССР, Губенко активно включился в движение за возвращение на родину главы театра на Таганке. После смерти сменившего Любимова на посту Анатолия Фраса, в 1987 году Губенко был единогласно избран новым руководителем. Однако уже через два года он покинул театр, сменив его на должность министра культуры СССР. Несмотря на такую смену профессии, Губенко сохранил место в труппе театра. В начале 1990-х Губенко вместе с 36 другими актерами, среди которых были Леонид Филатов, Инна Ульянова, Нина Шацкая и Зинаида Славина, покинули театр из-за недовольства планами Любимова по приватизации. Вместе они основали Содружество актеров Таганки. Губенко был депутатом Госдумы с 1995 по 2003 годы, с 1997 по 2002 годы, он также был членом Президиума ЦК КПРФ. С 2004 по 2006 годы членом Совета при Президенте России по культуре и искусству. С 2005 года депутатом Мосгордумы от КПРФ. С 2009 года занимал пост заместителя председателя Мосгордумы.